Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Проблема лечения рака яичника остается актуальной в связи с тем, что в большинстве случаев диагноз устанавливается на 3-4 стадии заболевания, а показатели 5-летней продолжительности жизни не превышают 30-50%. Примерно 15% карцином яичников ассоциировано с наличием мутаций в генах БРК. Доказана высокая эффективность препаратов платины в лечении БРК ассоциированного рака яичника, но в то же время относительно эффективности токсанов в литературе данные противоречивы. Будьте добры, выровняйте слайды. В то же время препарат метамицин в 80-х годах применялся в составе монотерапии в качестве комбинированных схем в лечении эпителиального рака яичника. В доклинических исследованиях на БРК дефицитных клеточных линиях продемонстрирована высокая эффективность метамицина в деструкции опухолевых клеток. В институте онкологии в 2014 году было проведено исследование, в котором участвовало 12 больных с рецидивом БРК ассоциированного рака яичника, которые получали монотерапию препаратом метамицин. При этом объективный ответ зарегистрирован у 25% больных, стабилизация у 50%. Цель нашего исследования заключалась в оценке эффективности стандартных схем неодъювантной химиотерапии у больных БРК ассоциированного рака яичника и новой схемы химиотерапии цисплотин и метамицин С. Дизайн исследования. В проспективном многоцентровом исследовании с 2015 по 2016 год 11 больных БРК ассоциированного рака яичника получили неодъювантную химиотерапию по схеме цисплотин и метамицин. В ретроспективном исследовании на базе Института онкологии имени Петрова 45 носительниц мутации получали неодъювантную химиотерапию по схемам КАП, токсансодержащая схема сплатиной, ЦП и монотерапией препаратом цисплатин. Задачи исследования заключались в оценке клинической эффективности схем химиотерапии, объема циторедуктивных операций в группах сравнения и степени лечебного патоморфоза. На слайде представлена общая характеристика исследуемых наблюдений, варианты выявленных мутаций у больных. В большинстве случаев у больных выявлена третья С стадия – 48%. В 25% случаев наблюдений наблюдались первично множественные опухоли, и гистологический тип опухоли у 4% был представлен карциновой маточной трубы. На слайде представлена клиническая эффективность схем химиотерапии. Объективный ответ был зарегистрирован у всех больных в группах после неодъювантной химиотерапии по схеме цисплатин-метамицин и в группе монотерапии препаратами платины. В остальных группах величина объективного ответа, она указана яркими цветами, была ниже, и различия оказались статистически достоверными. Так, в группе токсан, содержащей схемы химиотерапии, объективный ответ составил 36%, в группе КАП – 50% и в группе ЦП – 68%. При оценке объема циторедуктивных операций в исследуемых наблюдениях хирургическое лечение в оптимальном объеме было выполнено у всех больных в группе после неодъювантной химиотерапии по схеме цисплатин-метамицин. В группах после химиотерапии по схеме цисплатин-монорежиме и в группе КАП частота оптимальных циторедукций была ниже, но различия оказались статистически недостоверными в сравнении с основной группой. Так, в группе монотерапии препаратами платины величина оптимальных циторедукций составила 83%, в группе КАП – 66%. В остальных группах частота выполнения оптимальных циторедукций была ниже, и различия оказались статистически достоверными в сравнении с группой цисплатин-метамицин. Степень лечебного патоморфоза оценивалась по шкале БОХом 2015 года. При этом выполнялись срезы яичников с шагом в 3 мм и последующим исследованием всех фрагментов. Первая степень лечебного патоморфоза – незначительный регресс, при этом микроскопически определяется преимущественно жизнеспособная опухоль с минимальными фиброзными воспалительными изменениями. При второй степени лечебного патоморфоза опухоль определялась полями и полосами с выраженными фиброзными воспалительными изменениями, а при третьей степени микроскопически опухоль не определялась или же была представлена микрофокусами максимально 2 мм в диаметре с выраженными фиброзными воспалительными изменениями. При оценке степени лечебного патоморфоза полный патоморфологический регресс был зарегистрирован только в группе после неодъювантной химиотерапии по схеме цисплотин и метамицин и составил 18%. Статистически достоверные различия были получены только между группой неодъювантной химиотерапии по схеме цисплотин и токсан, содержащей схемой, в более высокой частоте выраженного и умеренного патоморфологического регресса в группе цисплотин и метамицин в сравнении с токсан, содержащей схемой. На слайде представлен клинический случай. Пациентка 62-х лет, носительница мутации в гене БРК с диагнозом рак яичника 3-й стадии, представлена МРТ малого таза, распространение опухолевого процесса до начала лечения. После трех курсов химиотерапии полный клинический регресс зарегистрирован. Интероперационное отсутствие данных за наличие париэтального висцерального канцероматоза и микроскопически опухоль не определялась во всех исследуемых фрагментах препаратов. Таким образом, более высокая частота объективного ответа на неодъювантную химиотерапию была зарегистрирована в группах цисплотин и метамицин и монотерапии препаратами платины. Более высокая частота оптимальных циторедукций была зарегистрирована в группах цисплотин и метамицин, в группе КАП и в группе монотерапии препаратами платины. Полный патоморфологический регресс был зарегистрирован у больных только в группе, получавших на адъюантную химиотерапию по схеме цесплатин и метамицин. Спасибо за внимание. Спасибо, Хасина Богдановна. Какие будут вопросы? Скажите, пожалуйста, а получается, по основным показателям, которые Вы представили, не было разницы достоверного в всяком случае между схемами просто монотерапии цесплатин и комбинированное применение цесплатина с метамицином? Тогда имеет ли смысл добавлять витамицин дополнительно? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо еще проследить дальше больных и оценить их безрецидивную выживаемость после комбинированного этапа лечения. Эти данные представим позже. А набор еще будет в эти группы? Потому что там у вас пока не очень большое количество пациентов. 11? Набор еще пациентов в группы? Набор пациентов ведется, но в связи с тем, что очень низкая частота выявляемости этой мутации, это затрудняет увеличить выборку. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. А Вы не смотрели соматические мутации гена Берсея? В данном исследовании это только герминальные мутации. Герминальные, а планируете? Просто можно было увеличить выборку за счет соматических мутаций гена Берсея? Для этого их нужно подвергать диагностическую лапароскопию, биопсию и исследование именно ткани опухоли, для того, чтобы иногда статус пациентов не позволяет нам тратить на это время. В связи с тем, что им необходимо начинать надьювантную химиотерапию, а не ждать результата исследования. Герминальные мутации мы исследуем по крови в алгоритме до поступления в стационар, в алгоритме диагностирования стадии распространенности процесса. Спасибо, Ксения Богдановна.